Наш музыкальный диван возвращается. Сегодня я расскажу вам о прекрасном музыканте и о его лейбле. Целый лейбл, мой любимый, который называется Gun One Records, который находится в городе Манчестере. Основателя зовут Мэтью Халсел. Это великолепный трубач, продюсер, скромный человек и просто не знаю, его кепочка, его труба, это уже просто символа Манчестера. И для меня это просто какой-то образец. Это его первый альбом Sending My Love, который он выпустил 11 лет назад. С тех пор, как я услышал этот альбом, я решил, что я буду коллекционировать все, что выпускает Мэтью. И вот уже 11 лет я покупаю все пластинки, которые он выпускает на своем лейбле. В начале их было всего лишь двое. Два музыканта там. Он и Нед Берчелл, саксофонист. Но потом Нед ушел в свободное плавание. Они оба ориентировались на фанателе Джона Калтрейна и делали музыку медитативную, музыку так сказать, духовную. И Нед Берчелл занялся как бы более поздним Калтрейном и параллельно еще сейчас он выпускает регги альбомы. А Мэтью продолжил экспериментировать на своем лейбле не только с джазом, как они начинали на этой пластинке, но и электронная музыка, новая классика, соул, фанк и там много всего. Но в любом случае Гандвана это всегда такой знак качества. То есть это до сих пор не очень большой лейбл, но всегда он выпускает очень интересную музыку. Вот год назад они праздновали свое десятилетие. Они праздновали его в Манчестере, по-моему, в Лондоне. И также они выезжали в Токио, они выезжали по-моему, в Варшаву и так далее. Мэтью расширяет географию. Если раньше это были только манчестерские какие-то группы, коллективы, то сейчас там есть артисты из Новой Зеландии, из Австралии, из Польши и так далее. Я сегодня расскажу вот о последней пластинке, которую я получил. Это тоже Мэтью Халсел. Совсем свежий альбом, который называется One Ness. И он состоит из трех пластинок. Три прекрасные пластинки, которые называются One Ness, Two Ness и Three Ness. Что я могу рассказать об этой музыке? Вот она сейчас играет. Вся эта музыка записана не в этом году и не в прошлом. Она записана 11 лет назад. Именно тогда, когда Мэтью выпускал свой первый альбом. почему он вдруг решил через 11 лет это выпустить. Может быть, здесь он отобрал хорошие пять песен, а здесь оставил то, что как бы не вошло не очень хорошие семь песен. Вот ничего подобного. Дело в том, что эти вот эти два альбома, они записаны одним человеком, но они отличаются. здесь более такой более джазовая музыка. Джаз. Здесь более медитативная. Как вы слышите. То есть здесь можно прямо сесть и уйти в нирвану под эту музыку. И это очень круто. Очень здорово, что он это наконец-то опубликовал. Почему я сегодня вообще решил это рассказать, хотя я получил эту пластинку может быть две или три недели назад. Дело в том, что буквально на днях Мэтью пересдал первые два своих альбома, вот эти два альбома, он пересдал их тоже на виниле. Я пока еще не решил, буду ли я их покупать или нет, потому что во-первых, я конечно все покупаю в Ган-2, но я не знаю, то есть стоит ли мне покупать еще раз на виниле то, что у меня уже есть на компактах, тем более это раритетные уже компакты, их уже нигде не продается, их сложно купить, но на виниле есть дополнительные бонус-треки. Так что я пока думаю и пока я думаю, я вот это делаю под эту великолепную музыку.